StarCraft 2, GTA 5, Red Dead Redemption, Postal 3, Metro 2033, а также, кого следует опасаться в Киеве и почему не стоит отдыхать в Текистане. Это и многое другое. Далее, виртуалити. Привет! Российский игропром жив! Ни кризис, ни плохие продажи игр для персонала, ни пиратство не смогли уморить отечественных разработчиков. И по такому случаю они решили устроить конференцию. Подробности в сюжете. С 14 по 16 мая в московской гостинице «Космос» прошла очередная конференция разработчиков фейка. Конечно, главным достоянием этой выставки принято считать полуголок девушек-стендисток, но в этот раз их было немного. Как и игровых стендов, общее число которых едва перевалило за пару десятков. Тут сразу хочется отметить стенд-шутер Postal 3, на котором кроме девушек был еще и интересный проект. Как минимум вас ждет совершенно забодровительный геймплей. Вас ждет сумасшедшее оружие, например, бензопыла Барсук. Вас ждет оружие пчелиный улей. Вас ждет огромный город, который вы сможете следовать, так сказать, в меру спорченности своей фантазии. Ну и, я думаю, часов 10-12 геймплея, если вы захотите пройти сюжетную линию. Помимо кровавого мочилова, отечественный игропром был представлен сразу несколькими стратегиями, одна из которых «Elements of War» поднимала очень опасную тему. В этом проекте у нас Америка воюет с Россией. Ну, если быть точным, то Россия с Америкой, причем, что является новшеством, мы воюем на американском континенте. В общем, причиной конфликта стало погодное оружие. То есть, в результате применения погодного оружия в Америке наступил, скажем так, государственный коллапс, началась гражданская война. Еще пара стратегий «Диверсанты в Вьетнам» и «Искусство войны Кореи» рассказывают о двух азиатских войнах американцев. Чувствуете тенденцию? А вот еще одна модная перспектива. Огромное количество всевозможных сетевых проектов, от MMORPG до танковых многопользовательских сражений. Даже продолжение знаменитой игры «Кингс Баунти» было анонсировано с подзаголовком «Онлайн». Также большинство игр на Кри были компьютерными. Приятным исключением стали гонки «Полный привод 3», которые выйдут еще и на консоли Xbox 360. У нас наконец появляется многопользовательская игра. Можно будет играть по интернету, по локальной сети, а также в режиме разделенного экрана. В общем, Кри 2010 не удивила, не порадовала громкими анонсами и толпами полуголов моделей в странных нарядах. Но она показала главное. Российские разработчики пережили кризис. А хорошо это или плохо, скоро увидят. Также на Кри 2010 было просто какое-то нереальное количество всевозможных казуальных игр и проектов для социальных сетей. И среди всего этого великолепия почти затерялся украинский слэшер «Коллапс Ярость», который мы откопали, отмыли, очистили и решили показать вам. КОЛЛАПС Ярость КОЛЛАПС Ярость Чтобы буквально разрывать своих врагов на куски. Кстати, врагам теперь можно отрубать всякие выступающие части тела и другие конечности. Так что порезвиться будет где. Главное, чтобы эти маленькие аномалии не распались на еще более маленькие. Иначе не миновать нам третьей части игры. Кроме этого коллапса, украинские разработчики, но уже другие студии 4А Games обещали порадовать всех дополнением к Метро 2033. Что это будет, мы пока не знаем, но очень скоро выясним. А вот про вестерн «Red Dead Redemption» уже известно все, потому что он вышел. 21 мая для консолей нового поколения вышел боевик про ковбоя Джон Марстона «Red Dead Redemption». Но, правда, Джон там как бы не совсем ковбой, он агент ФБР, разыскивающий опасных преступников. Но, правда, ФБР тоже не совсем ФБР, поскольку дело происходит в начале 20 века. Но совсем скоро это будет именно ФБР. Во многом благодаря Джону, который отлавливает и наказывает всяких преступников. Но, правда, он не всегда охотится на бандитов. Иногда он играет с ними в покер, на ножички или на бильярде. А порой просто пасет коров и охотится. Иногда даже на хороших девушек. В общем, он хоть и агент, но ведет себя как ковбой. А куда деваться? Дикий запад. Только вот индейцев в игре почему-то нет. Видимо, не сезон. Кстати, разработчики из компании Rockstar пообещали выпустить к игре много дополнений. Также ходят слухи, что скоро они анонсируют GTA V, выход которой запланирован на следующий год. Ну а мы переходим к блоку не вышедших игр, который сегодня посвящен только PC-эксклюзивам. И открывает его самая ожидаемая игра для персоналок StarCraft 2. 27 июля и только на персональных компьютерах появится долгожданная стратегия StarCraft 2 «Крылья свободы». Эта космическая сага о противостоянии человекоподобных тиранов, древней расы, протосов и отвратительных созданий дергов наконец-то осчастливит миллионы корейцев и остальных геймеров мира. Игра получилась настолько глобальной, что разработчики разбили историю на три части. «Крылья свободы» — лишь первая часть этой увлекательной истории. Нас ждут знакомые герои, знакомых злодеев и много-много часов сетевой игры. И хотя до выхода игры еще почти два месяца, в Москве, в Музей космонавтики, недавно прошла презентация для долгожданной стратегии. Что удивительно, поскольку мы знаем, как эти разработчики любят откладывать выход своих игр. StarCraft 2 пока еще не готов, мы вносим кое-какие изменения, но игра непременно выйдет в срок — 27 июля. А мы посмеемся, когда запустим игру. Кстати, разработчики утверждают, что одиночная кампания второго StarCraft займет у вас около 20 часов. Немало, согласитесь, для первой части трилогии. А сейчас мы расскажем о дополнении к игре Arm Tassault 2, ну или попросту Arma 2, с подзаголовком «Операция наконечник стрелы». 29 июня на компьютере появится дополнение к прошлогоднему тактическому шутеру Arm Tassault 2, с подзаголовком «Operation Arrowhead». Американские миротворцы, наводившие порядок ужас и разрушения на жителей республики Черноруссия в оригинальной игре, теперь отправятся в азиатское государство Токистан. Видимо, за тем же самым спасением демократии, а также нефтью и гад. Собственно, ничем, кроме места действия, дополнение нас не удивит. Да, новое оружие, враги, транспорт... Хотя нет, оружие всё такое же странное, враги всё так же тупят, а транспорт по-прежнему трудноуправляемый. Зато есть возможность менять заплечные ранцы! Вот как ты выглядишь! Технический прогресс! Ну всё, как говорится, ранец поменяли, вот теперь вперёд на Токистан! А теперь немного необычного. Закопались в делах и постоянно опаздываете на встречи? Запутались в личной аудиоколлекции? Хотите показать друзьям видео своей поездки, но не хотите заморачиваться с загрузкой роликов в сеть? Или просто нужен надёжный и стильный помощник? В таком случае ответом на все эти вопросы станет смартфон Sony Ericsson Xperia X10. Даже на первый взгляд он поразительно отличается от других смартфонов тем, что выглядит очень стильно, хорошо лежит в руке, сделан из хороших материалов и смотрится реально круто. А ведь этот удобный аппарат с 4-дюймовым сенсорным дисплеем не только даст возможность насладиться любыми мобильными развлечениями, но и серьёзно поможет вам в делах. Например, приложение Timescape сэкономит кучу времени. Оно объединит и упорядочит информацию о всех смсках, звонках, контактах, фото, видео и музыкальной галереи, сообщения с сайтов ВКонтакте, Facebook и Twitter. Также вам сильно облегчит жизнь кнопка Infinity. Её функция — объединить и вывести имеющуюся информацию по заданной теме. Например, она покажет вам всю историю общения с определённым контактом, не только звонки и смс, но и письма, изменения статусов в социальных сетях и фотографий с одним человеком. Разобраться в мультимедиа-завалах поможет приложение Mediascape. А если вас заинтересовала конкретная песня, например, певица Максим, то знакомая кнопка Infinity выдаст все её песни, доступные в вашем телефоне, онлайн и даже её ролики с YouTube. Кстати, теперь не надо париться с заливкой от снятого видео в сеть. С помощью Xperia X10 можно сразу закачать ролики в сеть на тот же YouTube, а фотографии выложить на Facebook, Picasso или отправить по почте в два счёта. Кстати, на фотках телефон сам распознаёт лица до пяти на одной фотографии, и их можно подписать контактами из записной книжки. И тогда при последующих фотосессиях Xperia X10 сам подпишет лица друзей и знакомых на каждом снимке. А ещё можно будет отсортировать все фотографии, например, с Максимом. Ну и, конечно, богатые возможности GPS с помощью карт Google Maps и пошаговой навигации VicePilot всегда приведут вас в нужное место. И, между прочим, в X10 используется система Android, а значит, игры и приложения можно скачивать с сервиса Android Market, причём большинство из них бесплатные. В общем, Xperia X10 — это не просто смартфон, а великолепная возможность сэкономить время или даже повернуть его вспять. Далее в Виртуалити. С кем играет Battlefield Карлсон и кто спас фанатов Спартака. С вами снова Виртуалити. В этой части программы мы берём пять мешков тополинного пуха и едем в гости к игровым разработчикам. Высыпаем весь пух у них в офисе и ждём, пока они расскажут всё о своих играх. Но на самом деле достаточно полмешка и зажигалки. Итак, сегодня мы отправляемся в Швецию, где в Стокгольме живут разработчики, которые очень любят спорт. Самая популярная игра в мире прочно обосновалась в сети. Ежемесячно три с половиной миллиона геймеров играют друг с другом в онлайн-футбол прямо в окне своего браузера. Самые титулованные команды Европы соперничают в многочисленных турнирах. И что самое приятное, среди этих клубов прочно обосновались команды российской премьер-лиги. Это стало возможным благодаря сетевой футбольной игре «Лига онлайн». Ну а начался весь этот футбольный праздник в столице Швеции Стокгольме. Этот город был построен на 14 островах, связанных друг с другом мостами. Отсюда и название «Сток-Бридно» и «Хольм-Остров». Именно здесь родился знаменитый Карлсон, который живёт на крыше, а также паркурный боевик «Миррорс Эдж», ну и популярнейший сетевой шутер «Бэтлфилд». Также здесь расположились разработчики из студии «Бауэр Челлендж», которые тоже очень любят сетевые игры. Сейчас очень много людей играет в онлайне, а самая популярная игра во всём мире — это футбол. Мы совместили два этих факта, и у нас возникла идея создать сетевой футбольный симулятор. Сама идея пришла к нам в колу в 2001-м, но воплотить мы её смогли лишь спустя пять лет. Так на свет появился «Пауэр Сокер» — самый популярный трёхмерный сетевой футбол. Но для того, чтобы миллионы геймеров могли соревноваться друг с другом, разработчикам пришлось изрядно поработать. Мы основательно подошли к созданию игры, тщательно обрабатывали движения игроков, создавали виртуальные стадионы команд, в точности такими, какие они есть на самом деле. То же самое касается и футбольных клубов. Поскольку мы сами футбольные фанаты, мы хотели сделать игру для таких же любителей футбола по всему миру. Таким образом, в «Пауэр Сокер» появились самые популярные клубы Европы, в которых играют известные футболисты. И, что самое приятное, для того, чтобы оказаться частью этого футбольного праздника, не нужен мощный компьютер. Игра запускается прямо в вашем браузе. Мы подумали, черт, а ведь не у всех же есть навороченный комп, чтобы запускать трехмерные игры. Что же делать простым офисным работникам? Ну и решили, что наша игра будет запускаться прямо с сайта. И все, что требуется от игрока, это зайти, зарегистрироваться и выбрать любимый клуб. Лишь одно омрачало этот футбольный праздник. По какой-то странной случайности, в «Пауэр Сокер» не было команд российского футбольного первенства. Фанаты ЦСКА, Спартака и Питерского «Зенита» чувствовали себя обделенными. И тогда на помощь пришел российский издатель игры. То, что наш футбол отличается от иностранного, и очень важно для всех игроков было то, что у нас появятся рецензионные клубы, такие как «Спартак», «Зенит», «ЦСКА». И поскольку в игре появилась наша премьер-лига, было решено сменить зарубежное название проекта на более понятное российским геймерам — «Лига онлайн». Естественно, одними командами дело не обошлось. Локализация началась с поиска профессиональной команды переводчиков, людей, которые не только бы хорошо владели языками, но также смыслили в футболе. Мы переводили все, мы полностью перерисовывали графику, делали новые тексты и при этом оставляли самое главное, то есть ту футбольную начинку, которая близка нашим фанатам. Конечно, фанаты очень обиделись бы, если бы не увидели в игре своих любимых игроков — Акинфеева, Загоева, Быстрова и Зырьянова. Поэтому их тоже перенесли в игру. В плане параметров все параметры высчитывались, подбирались специалистами. Мы смотрели, как тот или иной игрок ведет себя в чемпионате, сколько мячей он забил, как он себя показал в той или иной команде. Соответственно, исходя из этого, выставлялись параметры игрокам. Скорость, выносливость, силы, точность удара. Все игроки, цвет кожи, стрижка, прическа — все по максимуму приближено к реальностью. У нас есть, кстати, совершенно уникальная вещь. Это стадион ЦСКА, который еще не построен по-настоящему, но у нас есть в игре, у нас есть эксклюзивные права на него. И фанаты могут его увидеть. Но и это еще не все изменения, отличающие Лигу Онлайн от своего шведского прародителя. Наши локализаторы оказывают всяческую поддержку новичкам сетевого футбола, поясняя азы управления и всевозможные тактические хитрости. Когда я играю, вижу, что игрок не справляется, новичок только вошел. Я стараюсь ему помогать, писать, чтобы он менял тактические схемы, чтобы он использовал больше навесов или проникающих фасов. Результат налицо, потом встречаешь его в игре и видишь, что парень проголосирует, реально уже может выигрывать кубки, призы. Хотел посоветовать новичкам зайти в специальный раздел «Тренировка», где вы можете сыграть как с компьютером, он вам покажет все необходимые действия, покажет, какие клавиши нажимать, будет проведено мене обучения. Но для тех, кто уже чувствует себя готовым к большим турнирам, российские издатели игры из компании «Фабрика футбола» тоже приготовили много интересного. Помимо обычных товарищеских матчей, где вы можете играть со своими друзьями, у нас постоянно проводятся различные чемпионаты и турниры. Есть ежедневные турниры, в которых участвует множество игроков, и призами, в которыми является игровой контент. Призы. Мы зазыгрываем призы каждый день. У нас вечерние кубки для каждого уровня. Не надо бояться, что вы придете в игру и не сможете показать себя, потому что люди уже играют давно, и у них прокачаны игроки. У нас разбивается все по уровням, все четко, и каждый получит то, что он заслужил. Совсем скоро мы планируем запускать длинные чемпионаты, которые будут длиться целый месяц, и игроки смогут уже участвовать и проходить очень много этапов. Присоединиться к обществу Лиги Онлайн очень просто. Заходите на сайт игры, регистрируйтесь, выбирайте свой любимый клуб. И все, вперед на поле. Управлять игроками можно как мышкой, так и клавиатурой. Так что с пасами и ударами проблем не возникнет ни у кого. Единственная проблема, которая может появиться — нехватка свободного времени, потому что оторваться от сетевых футбольных сражений очень-очень непросто. А ведь есть еще и редактор создания футболистов. В общем, трибуны заполнены, соперник на поле, мяч там же. Все ждут только вас. Ну а в следующий раз мы отправимся в Англию, на родину футбола. Но интересовать нас будут исключительно быстрые и мощные тачки. Далее в виртуалити. На кого матерился Микки Рурк и почему герой видеоигр смотрит на нас так презрительно. Это в виртуалити мы вернулись и приглашаем вас в компанию трех геймеров. Они получили от нас три игры, в которые можно порубиться на вашем любимом компе. А вот стоит ли это делать, вы узнаете, послушав наших гостей. Но для начала знакомьтесь. Константин Подстрешный, легендарный игровой журналист. Играет с 1988 года. Любимая игра StarCraft. В играх больше всего ценят баги и фраги. Игорь Белкин, выпускающий редактор портала Lenta.ru. Играет с 1996 года. Любимая игра Unreal. В играх больше всего ценят смерть и разрушение. Михаил Фишер, телеведущий, фанат игр. Играет с 1995 года. Любимая игра Diablo 2. В играх больше всего ценят прокачку и лут. Итак, первым в руки наших геймеров угодил боевик Rock Warrior. Обложка предлагает нам поиграть за Дика Марсинхо. Основателя группы морских котиков, который сделает все, чтобы выжить в бою и победить всех любой ценой. Слово геймерам. В основе игры Rock Warrior лежат мемуары Дика Марсинхо. Морского котика. Три наемника, супер-мега-спецназ, все по классике, да, отправляются на какой-то дьявол в Северную Корею, где через 15 секунд после приземления двое, как два дегенерата, подрываются на гранате, да, и оставшийся мужик, без остановки ругаясь матом голосом Микки Рулька, отправляется в свое путешествие по Северной Корее. И каждое убийство он совершает, сопровождается словами... Я бы посоветовал с удовольствием эту игру людям, которых когда-то обманули, у которых, возможно, украли собаку на улице, и они думают, что это корейцы, которые ее съели. Эту игру в теории можно было бы посоветовать защитникам собак, потому что корейцы, как известно, едят собак. Если же вы, б***ь, нормальный человек, и слово «б***ь» не является в основном вашем лексиконе, то, пожалуйста, ни в коем случае эту «б***ь» не покупайте. Второй игрой по папке под раздачу стала гоночка «Желтая молния». Ее красочная обложка предлагает нам впервые за всю историю компьютерных игр сесть за руль автобуса, чтобы сокрушить все вокруг и стрелять во все, что движется. Что на это скажут наши геймеры? «Желтая молния! Еее!» После того, как вышла «Черная молния», и причем «Черная молния» была говном, они сделали игру «Желтая молния», причем тем же шрифтом, что «Черная молния», то есть намекая внимательному игроку, что это, возможно, тоже говно, но купи. «Желтая молния» — это эпохальный проект. Таких игр ждут годами. Вот как миллионы людей ждут «Гран Туризма 5», вот так же триллионы людей ждали «Желтую молнию». Нет? Не ждали? Окей. Единственным плюсом этой игры может считаться то, что она лучше «Черной молнии». Смысла в этой игре абсолютно никакого нету. Вообще очень сложно понять, зачем ее выпустили, но почему-то, когда ты ее запустил, ты не можешь оторваться. То есть ты играешь 30 минут, 40 минут. Правда, каждый раз, когда мимо компьютера кто-то проходит, приходится так это выключать. Мы не то, чтобы не палиться, но все-таки стрёмно в такой играть. В теории «Желтую молнию» надо было бы посоветовать тем игрокам, которым понравилась «Черная молния». Но поскольку ни одного игрока на территории Российской Федерации, которому бы понравилась «Черная молния» нет, то игра, похоже, остается без аудитории. Посоветовать эту игру я могу всем тем, у кого... Я что, больной-то кому-нибудь советую? Я не хочу никому советовать эту игру. Мне кажется, что это преступление против человечности. Ну и напоследок мы выбрали «Коматан Конка 2. Эпилог». В ней, как уверяет обложка, нас ждут захватывающие сражения, интересные приключения и эпическое завершение саги о Тиберии. Что же думают по этому поводу наши эксперты? Мы наблюдаем угасание некой до великой серии. Серии, с которой конкурировал «Варкрафт». Заключительная серия сериала «Команды Конка 4» получилась точно такой же, как и все предыдущие 150 тысяч серий этой замечательной игры, которые выходили за последние 15 лет. Как-то немного обидно любоваться на закат серии. Уж если бы хотели они сделать завершающую игру в серии, то есть делали бы ее точно такой же, как первую. То есть наклепал 100 юнитов, послал на вражескую базу, там их уничтожили, наклепал еще сотню. И в общем-то в этом был свой такой первобытный РТС-никак. Посоветовать эту игру я могу всем тем, кто потратил уже время и «Человек и часы» на все предыдущие части серии. Игру на самом деле можно посоветовать и людям, которые играли всю жизнь в CNC, и людям, которые никогда не играли, потому что это вполне добротный, качественный продукт, который не сделал ничего революционного, но почему бы и нет, черт возьми. Играть в это или нет, решайте сами. А на следующей неделе нашим геймерам предстоит разобраться еще с тремя играми. Также мы отправимся в Англию, в город Ливерпуль, к разработчикам игры «Блёр». Панки грязи не боятся. Шпионы, которые соблазняют, и шпионы, которых соблазняют. Адская тусовка и крутые разборки — это только начало. Стендбай. Субтитры сделал DimaTorzok